Саратовский дознаватель Подпольный игровой клуб сам себя сдал. В заводском районе Саратова неизвестный в маске ворвался и похитил деньги из сейфа фирмы, которая выдавала себя за интернет-магазин. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда милиции. Силовики, которые прибыли на место преступления, обнаружили игровые автоматы. Штормовое предупреждение. МЧС сообщает об усилении ветра в Саратовской области до 20 метров в секунду. Возможно возникновение аварийных ситуаций. Повреждение электропередачи, разрушение ветких построек и деревьев. Спасатели просят не находиться вблизи этих объектов, пишет интернет-газета «Четвертая власть». Напомню, на прошлой неделе от повалившегося дерева погибла девушка и пострадали около десятка машин. Полярная ночь в Саратовской области. В Кривеческом музее Энгельса открылась выставка фотографа-любителя Владимира Демчука на краю полярной ночи. Она рассказывает о жизни островного поселка Диксон в Карском море. На фотографиях запечатлена удивительная природа Арктики, ее пейзажи и народная культура. Сам автор уже много лет работает метеорологом на станции на Северном полюсе. В его собрании более 50 фоторабот. Все желающие смогут посетить экспозицию до конца текущего года. Итоги переписи будут искажены. Это связано с непосредственной работой переписчиков. Дело в том, что сотрудники склонны добавлять вопрос на листы лишние имена, а недостающую информацию выдумывать. К тому же на всех не хватает бланков анкет. Также выявлены многочисленные факты нападения на переписчиков. В Саратовской области появился еще один спортивный комплекс. В базарном Карабулаке открылся «Фок-лидер». Он включает в себя два плавательных бассейна, игровые и тренажерные залы. Строительство сооружений обошлось областному бюджету почти в 200 миллионов рублей. Это уже 14-й спортивный объект, который построили за последние несколько лет в Саратовской области. В Саратове прошли субботники. Улицы облагораживали не работники коммунальных служб, а студенты, школьники, сотрудники администрации и местные жители. Убирались в Ленинском районе на проспекте «50 лет Октября» в сквере Победы и возле 86-й школы. В зеленой зоне не только собирают листья, но и сажают новые деревья и кустарники, липы и можжевельник. Часть саженцев подарили предприниматели. Участники субботника обещают, что будут помогать в уборке улиц и зимой. Должники ответят перед Богом. В Духовницком районе Саратовской области судебные приставы решили по-новому. Призвать к совести жителей, которые укрываются от выплат алиментов своим детям. Встречаться с нерадивыми родителями будут священнослужители местной церкви. Как показала практика, после подобных бесед, один из должников принял решение вернуться в семью, а другой полностью погасил долг в размере 90 тысяч рублей. Такая работа, считает Федеральная служба судебных приставов, поможет научить граждан ответственности за воспитание своих детей. Поступали в Академию права, закончат Юридическую академию. СГАП получил новое имя. Теперь она будет называться Саратовской юридической академией. Руководство вуза считает, что смена названия будет способствовать его процветанию и расширению новых горизонтов, а также поможет учреждению получить статус университета. В планах уже вступление в Ассоциацию юридических вузов России. Это, в свою очередь, решит проблему трудоустройства студентов. Первая в Саратове – Армянская церковь. Ее строительство планируют завершить к 2017 году. Но и на данном этапе церковь выглядит настоящим архитектурным шедевром. Высотой в 33 метра каждая арка – ювелирное искусство. Для внешней отделки используют редкий камень – красный туф, найти который можно только в Армении. Будет не только церковь, уверяет руководитель армянской общины, а свой комплекс – библиотека, школа, кинотеатр, настоящий культурный центр. Свои двери он откроет всем, кто пожелает познакомиться с армянской культурой. И это все новости к данному часу. Не забывайте, что наши новости обновляются каждые два часа.